Всем привет! Не знаю, будет меня слышно или нет. Мы едем с нашим клубом. У нас не автобусное путешествие, а машинное путешествие на день. У нас должны были быть как списис митинг природной орхидеи наше собрание, но получилось так, что мы не собираемся у кого-то дома, мы собираемся у одних из наших, можно так сказать, тоже членов клуба. Они нас поддерживают всегда у нас на выставках, и у них свои теплицы огромные. Я когда-то была у них, у них они выращивали тоже клубнику, но сейчас, я так понимаю, они переехали, и у них только-только орхидеи будут, поэтому мы едем туда! Класс-класс-класс! Так выгодит наша трасса. Очень люблю ездить на машине здесь. У нас обычно будет трассе 110 км в час. Можно ехать. Расширяют, конечно, дороги. Вот так вот. Сосны. Обычно. Красота. Похода у нас замечательная. Надо сказать, мороз и солнце. День чудесный. Под утро было 6 градусов. Температура днем поднимается 21-22 градуса. Тепло, конечно. Но мы одеты сейчас. Тепленько, я бы сказала. Поэтому, конечно, хорошо солнышко, когда встает, тепло. Ну, а когда садится, сразу становится очень холодно. Поэтому, конечно, медные мои орхидеи. Не знаю, как они это переживут. У нас еще не зима, но уже очень холодно, я бы сказала. Так вот, едем мы прямо посреди леса. Классно. Высоченные сосны с двух сторон. Солнышко. Плюс 16 сейчас. И вот у нас еще 9 утра нет. Поэтому прохладненько. Вот это, кстати. Выращивают ананасы. Вот так вот выращивают ананасы у нас. Выездка занимает 50 минут. Мы все едем и едем. Едем и едем. Велосипедисты у нас часто собираются на выходных и катаются вместе. Мы, кажется, куда-то приехали. Мой телефон показывает навигатор, что мы приехали. Да, вижу моих членов клуба. Мы где-то тут будем парковаться. Я такого еще не видела. Мой телефон. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребят, тут будет, конечно, что посмотреть, да? Масштабы. Офигеть! В общем, выглядит это... Мы заблудились. В общем, вот такие вот джунгли. Нам, конечно, все нужно, но не все продается. Мы уже побывали в двух теплицах. Кое-что мы вот так вот набрали. Нам вывешивают ценники, раздают. И вот так вот мы ходим. Тут, конечно, можно потеряться. Но столько всего, столько всего, что просто... Обалдеть! Рай! И тут, конечно, тепло. Смотрите, здесь все под пленкой. Малышам нужно тепло. Здорово! Огромные вот такие вот кусты, которые нужно делить. Он очень долго занимается орхидеями, конечно. И потом это все делится по кустикам и все продается. Тут даже есть цветущие котлеи. Там красиво. Оф! Так я за что-то зацепилась. Извините. И это красавица. Amazing Thailand. Brazilian treasure. Вот такая Brazilian treasure. Он очень много скрещивает. Очень много семенных коробочек. Здесь, конечно, нужно ходить аккуратненько. Такие семенные коробочки. Я хочу пойти на эту сторону. Посмотри, тут вот камни. Поэтому такой вот звук от ходьбы. Вот так вот. Portia. Котлея portia. Красивая. Красивая. Красивая нежная краска. Это вот одна теплица. Можете себе представить, да? Смотрите, как корешочки растут. Это, кстати, аметистоглоса. Ее очень сложно тоже найти в продаже. У меня есть. Но я думаю, что это вот так вот. Смотрите, такой контейнер из шести штучек. Он, наверное, оставил это все себе. Ну, как интересно растет на псевдобульбе. Горшочки маленькие. И сухонькие. Как корни тут. Сколько они здесь, конечно, уже находились. Но они сюда вот переезжали. В течение трех лет это все строилось. И вот так вот. Сколько всего, да? Тут просто куча всего. Это, я так понимаю, бульбофилум. Фаленопсис. Огромный. Красавец. О, тут, наверное, тоже он. Рай. Рай. Продолжение следует... 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 А то у меня здесь сейчас такое настроение, ремонтное одно, называется, могу, хочу, копаю, хочу, не копаю, хочу, крашу, хочу, не крашу, в общем, конечно, дел непочатый край. Это вроде бы как тоже собирается к цветению, енопсис, енопсис, я пыталась прочитать, но почек такой, как у врачей, да, в общем, я нашла, утрикулариоидис. Я, конечно, очень люблю енопсисы, у меня был когда-то, но мне пришлось с ним распрощаться, и я наслаждалась до сегодняшнего дня цветением у Петра, и я вот наконец-то нашла себе такой довольно-таки неплохой кустик. Три-четыре маленьких растения, и такой вот цветоносик. Мне очень нравится енопсис, и поэтому наконец-то я себе его нашла. Это здесь два гибрида, которые он сам скрестил, и мне стало интересно что-то новенькое. У меня очень много таких вот неопознанных гибридов, которые еще не цвели, я не видела цветение. Ну и вот, думаю, я попробую котлею шелериана на лоэлию супестрис. Да, он сказал, что это, кстати, цветущий уже размер, поэтому, ну, будем смотреть, да, такой вот кустик. И это еще одна его работа, можно сказать, да. Сохраните селерануа на лоэлию сангуэлуба. Я знаю, что сангуэлуба такая оранжевая, красивая. Посмотрим, что с этого получится. Тут, мне кажется, даже вот цветонос, мне кажется. В общем, такой хороший кустик. Был пересажен, наверное, видите, как корешки скручены. Явно они так не росли. Были вот, наверное, к горшочку тесно. Ну и вот так вот его пересадили, скрутили. Очень, конечно, видно, что много умерших корешков, но есть живые, поэтому все прекрасно. У нас там было наше собрание, и я не снимала все-все орхидеи. Было очень, как бы, темно, я бы сказала, где мы рассказывали о своих природных орхидеях. Ну, немножечко, я там парочку вам сняла. И в конце там была лоэлия алаориа, и тоже я хотела ее купить. Но он мне ее не разрешил, потому что он, сейчас они начинают цветение у него, и он хочет выбрать себе самые лучшие, чтобы оставить для скрещения. Ну, в общем, не повезло мне. А это у меня лоэлия Джон Киана тоже. У меня она, ну, если сказать, что она в маленьком состоянии, то это, наверное, ничего не сказать. Там одна такая маленькая несчастная псевдобульба, и я очень рада, что я нашла вот такой вот хороший кустик. Очень я люблю лилии и лоэлии. Ну, пока что они у меня сильно так вот не цветут. Ну, посмотрим. Главное, что растут. Правда, это еще что? Это мне дали, кстати, free, бесплатно. Дендробиум пиндулум. Так вот мне его всегда хотелось. Но он, когда, конечно, увидел его, говорит, ладно, забирай. Пусть он у тебя выживет. И расцветет, и мне нужна семенная коробочка. Потому что он сказал, что у него она очень как-то, они ему сложно даются. Ну, вот такой вот кустик. Вот такой вот кустик. И это один из таких, я бы сказала, уже взрослых, да, растений. И довольно-таки очень такое в хорошем состоянии. Такой вот горшочек. Ой, перевешивает крючок. Как вы видите, уже эта орхидея цвела уже и не раз. Я ее очень тоже искала. Не помню, у кого-то видела цветение. Мне кажется, что даже Светлана из Пенсильвании когда-то давно она показывала. Они такие, как кристальные. Кристальные, скрестила. Хрустальные, маленькие такие цветочки. Подангис. Ну вот, взрослое, конечно, растение. Уже очень хорошо адаптированное. И тут раз, два, три, четыре даже кустика. Как вот вам показать размер? Ну, вот самый крупный, наверное, сантиметров. Ну, наверное, все бы 13-15, я бы сказала. Не хочу врать. Но такой очень хороший кустик. Поэтому вот такие вот мои покупочки. Пойду их расставлять все по местам. И обещаю скоро вернуться. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok